Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарбер. Более 2200 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах погибли 18 человек, 58 из которых 6 детей были спасены. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире. Пожар случился ранним утром в доме по улице Притыцкого. Взрослых дома не было, родители и старший брат накануне уехали в Польшу. Почувствовав дым в соседней комнате, мальчик не растерялся и позвонил в службу спасения. Дальше его действия по телефону координировала диспетчер. Она буквально вела школьника шаг за шагом. Спасательный мальчик встретил на улице. Возгорание в комнате оперативно ликвидировали, а ребенка госпитализировали. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сразу несколько аварий с пострадавшими, которым понадобилась помощь спасателей, произошли на минувшей неделе в Минске. На улице Каменогорской автомобиль Ниссан врезался в осветительную мачту. От удара водителя зажало в салоне. А на улице Одинцова Volkswagen, управлял которым женщина, выехала на встречную полосу и врезался в троллейбус. Водители легковушки оперативно доставили в больницу, однако медики оказались бессильны. Женщина скончалась. На прошедшей неделе трагедия произошла и на водоеме в районе улицы Вязанской. Во время купания под водой скрылся 13-летний подросток. В службу спасения позвонили очевидцы. Спасатели нашли его тело в 4 метрах от берега. Усилия медиков, результатов не дали. После реанимационных мероприятий была констатирована смерть мальчика. И это не все трагедии, произошедшие с детьми. Чувство страха, к сожалению, для многих детей не присуще до тех пор, пока с ними не случилась беда. Поэтому мир вокруг кажется безопасным и счастливым. И родители, к сожалению, не спешат учить детей правилам, так необходимым в жизни. В центре внимания спасателей стали трехлетние дети. Одного из них извлекали при помощи аварийно-спасательного инструмента на детской площадке. А вот девочке повезло меньше. В результате зажатия кисти руки во входной металлической двери подъезда пострадала ее рука. Перелом третьего, четвертого и сильный ушиб второго и пятого пальцев. Такие случаи должны стать поучительными для тех родителей, которые все еще оставляют своих детей без присмотра. Напоминаю, что акция в центре внимания дети продолжается. В настоящее время проводится Единый день безопасности, в котором участвуют многие службы города. Это еще одно мероприятие, направленное на предупреждение ЧАЭС и гибели людей от них. Давайте вместе учиться жить безопасно. Минск чрезвычайный.